Я думаю, немногие обратили это внимание, но в белорусском чемпионате произошел довольно редкий, уникальный и интересный одновременно случай в одной мужской игре. За две минуты с копейками игрок получил пять фолов, не сделав ни единого броска, ни одного полезного действия и только две потери, которые были связаны с этими же фолами. Они связаны с двумя фолами в нападении. То есть игрок за две минуты с лишним успел только пять фолов, он только вышел на поляну. Как же это такое может быть? И влияли ли на это судьи? Давайте проверим. Вот как все это начиналось. За 3.30 до конца второй четверти Алексей Бачкар выходит на замену. Первые там секунд 30 ничего не происходило. Вот первый фол. Ну тут вообще без разговоров. Он только вышел. Стоит сразу отметить, что большую часть сезона он провел в молодежном составе минской команды. И вот только последний в марте месяце был поднят в резервную команду и сейчас плей-офф играет за них. Поэтому для парня это такой серьезный вызов на этом уровне. Он впервые за резерв играет на уровне плей-офф. Здесь он, конечно, в самом начале плохо вошел в игру. Получил 100% фол на падении. Здесь без разговоров. И вот пошла атака. Он уже там немного начал, естественно, переживать. Немного, может, показал свое недовольство из-за первого фола. Хотя всем был, конечно, что это абсолютно законно. Вот здесь, конечно, уже вопрос, обязательно ли это был фол. Потому что игрок на падение проходил. Но судьи иногда чистят игру. Нужно ли это здесь было делать, не будем обсуждать. Но судьи дали ему второй фол на проходе. На Максе Люточе. И одновременно, увидев недовольство со стороны защитника, который получил только что второй фол за 10 секунд, увидев это недовольство, судья сразу показал предупреждение ему. Ну и всей командой это, конечно, касается. Вот же судьи, который показывает всем, что игроки синих предупреждены. И в следующий раз будет технический фол. То есть игрок Алексей Бачкар уже имеет два фола на данный момент. Начинается следующая ситуация. Опять Люточ получает мяч по стул. Только начинает проход. Даже сам Макс Люточ не понял, в чем свисток. Ну, скажем так. Юридически можно судьи оправдать тем, что игрок пошел в лицевую. Чуть-чуть защитник проиграл позицию. И рукой чуть придерживал. Да, можно выцветить фол. Нужно ли было его свистеть? Ну, я думаю, оставлю это на ваше усмотрение. И сам факт, что произошло после этого. То есть защитник получил третий фол буквально за 15 секунд. Он ничего не кричал, не топал ногами, но что-то похоже сказал каким-то образом. И каким-то образом судья это услышал. И сразу сверху наградил его еще этих норем. То есть вдумайтесь. За 15 секунд игрового времени защитник получил, этот игрок, команды синих, получил 4 фола уже. Включая последний технический. Он, похоже, сам до сих пор не понимал, за что ему этот фол. Да, продолжал показывать свое возмещение. Ну и, скажем так, судьи это запомнили. И ближайшие там 30 секунд, 40 игрового времени ему дали поиграть. Ничего не предвещало. Но вот через 30 секунд игрового времени в борьбе в хайпосте он чуть-чуть выдвинул свою руку назад, обхватывая соперника, не получив, конечно, серьезного преимущества здесь. Но судьям только этого и нужно было. И в итоге за 2 минуты игрового времени нахождения на площадке он получает 5 персональных фолов. Один из них технический. Этот случай является хорошим таким примером отношений, которые складываются между судьями и игроками на баскетбольной площадке. И как к этому относиться, как к игрокам относиться, как к судьям правильно относиться. Ну, в двух словах, что можно сказать. Мы об этом говорили в наших подкастах для игроков. Что нужно знать, понимать, какие судьи что могут свистнуть и как, соответственно, для команды нужно совести. Если ты не хочешь сесть быстро, если ты не хочешь стать бесполезным звеном в команде, ты должен это понимать. К сожалению, так сделано, особенно в нашем чемпионате, что судьи имеют главенствующую роль на поляне. Иногда они даже чрезмерно хотят ее показать, что они главные. Это нужно понимать. И, к сожалению, игроки ничего с этим не могут поделать. Поэтому это нужно понимать, когда вы в игре. Нужно понимать, как себя вести и нужно раздерживать свои эмоции. Все, что вы можете сделать, это просто поговорить уже, наверное, после игры. Поговорить, обсудить это с арбитром. Я не имею в виду там поговорить на высоких тонах. Нет, наоборот. Нужно поговорить и понять этого арбитра. Понять, что он тоже где-то может на эмоциях что-то принимать. И когда вы обсудите, вы покажете, что вы готовы к разговору, то в будущее, поверьте, этот арбитр будет к вам гораздо, как сказать, уважительнее. По-человечески относиться. Он будет даже какие-то моменты вам прощать. Но для этого игроки должны быть, конечно, уже такие mature enough. То есть достаточно взрослые ментально игроки должны быть, чтобы дойти до такого, чтобы спокойно не бояться поговорить с арбитром. Обсудить какие-то вещи на абсолютно дружелюбных вещах. Чтобы найти какие-то общие точки соприкосновения с ним. Понять судьи. Понять, что у него... Не говорить об этом, но понять, что у судьи тоже могут быть какие-то внутренние конфликты. И он может быть раздражен. Это тоже нужно понимать. Если вы, как игроки, хотите, чтобы судьи были на вашей стороне, нужно вот именно такие вот действия принимать. А в игре, конечно, иногда нужно сдерживать эмоции.